Вот моя уходовая косметичка со всеми продуктами. И сейчас я вам покажу более подробно все, что в нее вошло, все, что я насобирала. И начну я именно со средств солнцезащиты. Это моя вся солнцезащитная серия для тела. Natur's SPF 50, Lancaster SPF 30 спрей. Это масло для защиты волос. От солнышка. После солнца спрей, увлажняющий с кактусом от Горнье. И вот в эти две баночки я переложила в один продукт от Natur's. Увлажняющее молочко после загара. Я думаю, мне этого хватит. И вот здесь вот, в этой баночке гель с алоэ от корейской марки. Тоже после солнышка. Ну и конечно же, для защиты волос после солнышка, для их питания, я взяла вот такую маску от Калистар. Она у меня уже заканчивается. Поэтому я думаю, в этой поездке я ее и добью. И вот здесь вот я вам покажу продукты для лица, для защиты от солнца. Крем Аквасан Крем, который помимо того, что защищает, еще и отлично увлажняет кожу. Не оставляет никакой жирной пленки. Прекрасно впитывается. Крем от Skinny, или Skinny, не знаю как правильно, SPF 35. Замечательное средство. Под глазки крем от Lancaster Sun Age Control, SPF 30. Очень высокая защита и прекрасно ухаживает за кожей под глазами. И также я здесь уже в Duty Free купила вот такой стик от Clorans. Обновлять защиту на носу, на осколах, в общем ушки защищать. И сыворотка от Estee Lauder, которую я уже не первый год с собой вожу. Я думаю, что скоро она у меня закончится. Это уже после солнышка наносить на лицо для защиты, для восстановления защиты кожи, скажем так. И сейчас я вам покажу оставшиеся продукты, промненькие, полуходу за телом. В эту косметичку я положила ватные диски, ватные палочки, бритвенный станок. В общем, все, что мне потребует в моем отпуске. Обязательно термальная вода, без нее никуда. Вот такой небольшой объем скраба, вот и в Роше, который называется Восточный Хамам. Шампунь от Лагона я взяла для своего мужа. А для себя, по вашим многочисленным советам, я отлила тот шампунь, которым я пользуюсь на данный момент. А пользуюсь я сейчас шампунем от Organic Surge для объема волос. Гель для душа от Ифраше Карамельное яблоко. Тоже такой маленький объем. В какой-то из коробочек мне достался 50 мл. Дезагорант от Виши. Тоже, считаю, вещь необходимая. Из коробочного сервиса я взяла для волос пенку для объема и лак. Потому что здесь очень сильный ветер. И вечером, если я хочу выглядеть хорошо на прогулке, то, соответственно, нужно волосами заняться. Также взяла вот такой маленький объем масла у Macadamia Nature Oil. Всегда им пользуюсь. Для тела я взяла Nuxe Prodigius. Вот такой золотой. Для тела два продукта от Clorans. Это супер подтягивающий лосьон. Посчитала, что здесь на отдыхе он не будет как нельзя кстати. И масло взяла для массажа от Glorion. Масло сладкого миндаля. И к нему вот такую баночку. Кстати, в масло еще перед поездкой я накапала эфирки цитрусовых для усиления эффекта. Так, а еще для тела у меня вот здесь вот миниатюрка массажной плитки. Фруктовая ваза от Malovar. Да, сразу хочу отметить, что здесь такой очень теплый, но в то же время сильный ветер. Поэтому он высушивает кожу. И вода в Среднеземном море очень соленая. Тоже сильно высушивает кожу. Поэтому не удивляйтесь, что у меня будет много продуктов для тела. Я абсолютно не жалею, что взяла их с собой. Иначе я буду просто-напросто сушеная, как курага после этого отпуска. В качестве зубной пасты я взяла с собой вот такой глистер от Amway. И еще у меня был пробник от Rocks. Вот такой отбеливающей пасты. В принципе, достаточно этого. Не считаю нужным на отпуск тащить два тюбика своей любимой пасты от Glorion Radon. Для рук вот такая миниатюрка от L'Occitane. Вишневый цвет. И еще у меня была вот такая миниатюрка от Alessandra. Тоже крем для рук. Так, ну и по пробникам. Давайте просто вам покажу, что я прихватила с собой. Останутся, значит, увезу домой. Не останутся, использую здесь и буду очень рада. Крем для душа от Palmolive. Взяла с собой для волос маску вот такой вот от Kerstaz. Шампунь от Kerstaz для окрашенных волос. И из краски для волос у меня был вот такой Palette Deluxe. Маска с кашемиром тоже взяла ее с собой. Потому что волосы мою здесь каждый день. Как уже говорила, вода в море очень соленая. Кристаллики соли остаются. И чтобы не пересушивать волосы, стараюсь всячески за ними ухаживать. Различные маски делать, масла. В общем, берегу свои волосы. Тоже были у меня от Pantene вот такие вот пробнички. Шампунь и бальзам Aqualight. Из какого-то журнала, что ли, они мне достались. Тоже решила прихватить. А буду на лишний. Три пробника. Крема для ног от Alessandra. Тоже вещь нужная, я считаю. Потому что песок горячий. Голыми пяточками по ним уходишь. И потом ступни очень сильно сохнут. Поэтому без крема для ног я тоже никуда. И два пробничка для тела. От марки Natur's. Один с коричневым сахаром. И второй такой с виноградом. Тоже пригодятся. И давайте я вам покажу свой уход за лицом. Термальная водичка от Uriage. Скраб от чистой линии. Вот такой мягкий. С малиной брусникой. Осталось на одном применении. Поэтому посчитала, что возьму с собой и добью его здесь. Дальше идет молочко от Академии. Для снятия макияжа. Отлично как со всего лица подходит снимать макияж. Так и с глаз. И давайте расскажу вам, какие продукты я взяла для умывания. Раз уж мы начали говорить про очищение кожи. Значит взяла вот этот спонжик. Дальше. В качестве умывалки у меня вот такие пробнички от Tony Moly. Отличный продукт. Отличная пенка. Во-первых, корейского производства. Я сейчас очень уважать стала корейские продукты. Замечательно. Я уже про него как-то рассказывала. Также я взяла такой пробничек от Polo. И от Holy Land пробник. То есть не стала из собой брать полноценную умывалку. Дальше я решила в качестве масок взять вот такой пробничек томатной маски от Tony Moly. Эта маска отбеливает кожу. Хорошо очень ее питает и увлажняет. И вот такой от Montagenes тоже на разовое применение. Но я думаю можно и на два растянуть. Такая ягодная маска для увлажнения и очищения кожи. И также я не забыла про кожу вокруг глаз. Два компрессика гиалуроновых от Dizal. Дальше возвращаемся к продуктам по уходу за лицом. Миниатюрка от Etude House. Коллагеновый тоник для лица. Вот здесь вы видите розовую воду. Здесь я перелила ее просто в такую бутылочку. В бутылочку из-под тоника Young Face. Этим продуктом я пользовалась еще дома. Он у меня уже благополучно закончился. Расскажу вам чуть позже про всю серию. И вот такая миниатюрка от Avene с SPF 20. И что же касается, посчитала, что ее обязательно нужно взять с собой на море. И что касается такого основного ухода за кожей. Вечернего опять же, потому что днем я пользуюсь средствами солнцезащитным фактором. Я их вам уже показала. В качестве ночного ухода за лицом. Под глазки взяла с собой. У меня здесь уже заканчивается этот продукт. Роза натурал от Yvan. Классная вещь. Дальше вот такой флакончик. Я отлила свою сыворотку с морским гиалуроном от Mizon. И вот в этой баночке у меня крем с улиткой. Опять же от Mizon. Замечательно работают вместе. Это была вся моя уходовая косметичка для отдыха на Кипре. Спасибо вам за внимание. И до свидания.